одиссей жук хитрый аки змей он вывернется из любой ситуации и еще в плюс себе завернет на я вас приветствую друзья с вами вирус до одиссеюшка еще тот хитрец и в общем все у нас хорошо про саду чуть не забыл избавься от них избавься от этих мерзавцев ох ты как с головы ему не различные взаимодействия прикольно собери их все да посмотри их все учитывая что тут по четыре типа полководца еще по три под класса у каждого легкий дротик с бронзовым наконечником дальность боеметателей дротиков в армии героя это армия плюс 10 процентов кстати оружие приобретено а это оружие можно использовать лишь именно как полноценно оружие да к сожалению да меч геракла мы не будем тогда у него отбирать боевой дух мифических отрядов всадников и колесниц хотя можно меч геракла убрать по большому счету это легендарный такой уникальный предмет обалденный ну ладно ставим так разрекламировал сейчас удаюсь после этого всего убрать после этого всего его убрать низ не состоит не составит труда но не хочу так парис вот он пришел сейчас ты почувствуешь себя елена счастье вот эта толпа похитит в лучшем случае так похитит тебя однозначно похитит как никогда не похищала шпион здесь не дотягивается дальность перемещения он скорее всего бросит сюда войска а тут есть кто-то давайте посмотрим нет никто не охраняет одиссей правда не дотягивается в любом случае не нападет можно попытаться спрятаться попытать счастье высадившись здесь якобы мы нападать не собираемся а ну-ка в любом случае мне кажется город защищать попытается засада перемещение 25 процентов у нас есть вот режим скрытности вероятность при нападении застать врасплох и в засаде они окажутся как скавины так давай 25 процентов где-то здесь мы сейчас припаркуемся из серьезно у как 24 как так рука дернулась то ладно делать уже иди провалилась моя многоходовочка тут конечно почтение к предкам продолжаем есть смысл заводить тебя на берег если выполнил задание ну есть там на копеечку но есть какую-то капелюшечку дальность на все ресурсы либо здесь приведет к блокировке вероятность успеха действия агентов плюс 5 вероятность ареста давайте наверно просто вероятность успеха любого действия прокачаем тебе пока 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 ты можешь заговор на успех аполлон мы с тобой мы тебя еще не покинули ну и ты нас на я надеюсь тоже не покинешь и но эту постройку рушим какие никакие ресурсы получим у нас минус по еде можно кстати здесь а ну-ка давайте еды сейчас через дипломатии получим начать строить уже другую постройку для еды договора не нападение уже вот даже троянцы хотят военный но военный союз пилоса можно уже уже можно подписывать этот самый договор потому что у него есть ресурсы мы в марте чуть-чуть попробуем отобрать у него все да пока отдает пока не сопротивляется и обмен а ну-ка дерево сможешь поставлять нам не на это надо было бы 220 золото уже баланс перепрыгивает 1 еда уходи сейчас мы они тут дерево уже все тоже хватит говорят мерзавцы на 15 тебе вот так вот скидку сделаем нестор терки у одиссея с ним разные там ну вот у нас такой вот и тритесь как угодно так окей быстрый договор сколько у меня ресурсов 1700 мне еще нужно а ну-ка а если просто попросить вот с и кинами у нас очень хорошие отношения они могут поснабжать нас вот например соточку без проблем даю да отлично спасибо тебе агамем нам ты наш друг ты знаешь одесетия не подведет ты как раз сделал все что нужно получаем ресурсы агента наверное сразу поближе сюда пусть бежит пусть бежит неуклюжа пешеходы по лужам издем в тену зажимают в тиски сейчас да причем ахилл лично не захотел участвовать в унижении париса сказал что тот пес не достоин такой чести отправил слабаков унижать его ну порой там она чтоб как спартахе не получилось но вектор побеждает он некоторые армии тоже плывет получается сейчас в этой компании троянцы и их союзники ведут более агрессивную политику в отношении наших фракций греческих потому что еще никто из ахейцев не был на берегу трой даже близко не подбирался из моих союзников как минимум из основных героев которые в эпосе в этом участвовали а вот троянцы пожалуйста можно конечно пофантазировать что это сейчас парис приплыл как раз в тот момент когда он украл елену а тут еще и амазонки нападают с ними у нас есть договор они нападением но мы поддерживаем союзника безусловно тут поддержка союзников может кстати еще в каких-то мелочах игра отличаться потому что ухты а вот они 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 здесь уже они реально тут амазонки они уже приплыли они золото воруют греческое так вот насчет релиза после релиза ну или в день релиза патч определенный вышел некоторые изменения наступят силу только в новой игре поэтому что-то еще может на самом деле в этой компании отличаться так как она была ночна в раннем доступе право прохода и требуешь бабки ты тебя сейчас похоронят там отвали отвали моя черешня посмей только войну объявить затопчем затопчем и не посмотрим кто зачем и почему аптера косопей но он перебросил сюда стек пытается спасти успех кстати одиссей говорит что даже лихорадка не нанесла бы такого ущерба трусливые враги прибегают хитрости вместо того чтобы встретиться в честном бою соответственно у нас сейчас немножечко мораль пониже морально неустойчивые ребятки давай гарнизон тогда коцей гарнизон посерьезнее ох как неудачно то все складывается для нас да и здесь у агента удачно все сложилось у меня не получилось а дипломатия мы преданы по-прежнему ничего не поменялось отлично тут все стабильно как никогда когда никогда но все хорошо их дружище нападает в тебя верят в принципе даже не по коцаную армию ты разобьешь но прогноз потерь средний может слить кого-то город знакомый сражаемся такое защищали разобьем разобьем сейчас его будем использовать наших заставщиков но у него не стоит забывать что есть гарпии и хорошие прачники которые превосходят наших по дальности да и по урону и вообще во всем превосходит давай просто погода хорошая солнышко светит приятно нападать на врага тут у нас очень хорошая возможность зайти в город незаметно правда мне кажется он в любом случае будет держать оборону по всему периметру x сюда отправляем легких прячем еще легкие отряды размещаем в этом лесу тоже пока пусть прячется тяжей 4 отряда давайте поставим в открытую поставим в открытую может здесь если получится сейчас спрятаться в риме были во втором такие ситуации когда буквально в двух соснах даже в одном дереве считали так вот размещаешь отряда он спрятался учитывая что это дерево одно стоит на холме вот спрятался нас спрятался считали все честно мол они залезли наверно толпой всем отрядом там 160 120 180 бойцов на дерево и и кукуют притворяются кукушками так авангард гигантов можно тоже спрятать по скорости они не превосходят они даже сейчас замедлены потому что подрезали 52 ну чуть 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 из лесу выбежать вам только стоит и сразу начнете бегать побыстрее можно гигантиков поставить на тройку вот такой формат погнали обороняет да то есть здесь у ох ты елки пал я вот это я зря сделал сейчас форсировать события придется резко форсировать легкие отряды должны я забыл отключить когда в засаду отправляете этих бойцов уже играете да тоже обязательно отключайте стрельбу по готовности иначе они сейчас начнут выдумывать и придумывать прачники бегом суда и бойцы одиссеюшка и никто из полководцев суда не подошел поближе представляешь печаль печаль и разочарование какое копьеносы не проблема копьеносов сейчас метем враг обнаружил вашу засаду хотя не беги сюда гиганты тоже подключиться продолжаем давить и заметили затаившихся врагов так затаившиеся враги давайте они бегают надо дать приказ чтоб нормально заходили наши десеюшка расстреливай здесь например отдаем приказу так чтобы растягивался и атакуй заходишь сюда атакуешь здесь вы растягиваете свои линии берем 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 городовать здесь еще гарпи как больно-то гарпи и щас захватите зацепите заходим пробегаем нелегко нашим легким бойцам сейчас у вашего отряда кончились боеприпасы застрелы убейте на площадь заходим давай 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 великаны выйдите из боя копейщиков вам не одолеть растянитесь сильнее но что вот это вот колбаской вы на улице ходите пошире нужно ходить пошире гарпи еще в ближнем бою наших даже легких разбивают без проблем все заходим врачники тоже подтягивайтесь ключевую точку хотя давай сюда на площадь заходи на площадь ловите гарпий великаны стояли лбом ловили неприятно но жить с этим можно ваши воины воспряли духом наверно застрелы грузите сюда вернитесь у нас и великана еще побежали не гиганты они не сказать что мега крутые в этом плане помогите здесь продвигайтесь дальше тем не менее один отряд здесь красавец сражается до последнего да именно они все и начали именно они спалились и началась та самая резня которую сейчас мы наблюдаем ваши воины воспряли духом возвращаетесь гиганты тогда а вы пробегаете расстреливай расстреливай ну одессе ушка ну что ты как-то очень медленно хочу сказать тратишь снаряды медленно их убиваешь с твоими-то способностями иди сражайся короче на вашу передавайте вы на площади вы идите уже на площадь вы можете преследовать захватывайте площадь одиссей повоюет они закидывают противник стал ключевую точку тем не менее одессею тоже достается обидно будет если этот отряд засчитает уничтожен хотя может сказать что они заслужили в каком-то роде быть уничтоженными не одессея без проблем опрокидывает полководца вражеского и одержит победу я так и не могу понять что за способность он применяет то есть какой-то ярко выраженной стрелы или стрел которые прямо обрушались бы на эту площадь я не вижу еще и не рушится на ней не падает все ровненько все аккуратненько все живы здоровы если можно так сказать продовольствие золото даже можно можно было бы разграбить и присоединить безусловно тем самым восполнить потери чтобы дальше наверное активней действовать убежище ликвидировано исключительные войны незначительная победа и свинцовые стрелы пробивание бронит для армии а ну-ка лук тоже основное оружие не второстепенное а вот оружие здесь все-таки второстепенное поступление подовольствия заход скорость строительства в столицах провинции преданность но скорость исполнения потерь в армии героя так что шкуру эту пока что нет вот здесь серебряная чаша она не нужна свинцовые стрелы куда важнее свинцовые стрелы почтение к предкам ремонтировать вот зачем мне вот это сейчас постройка но ее не сломали да ёпс ломать в любом случае давай люти ну легкий нужно объединять мы двоих можем нанять значит давайте самые покоцанные отряды 58 и 57 объединим раз а здесь 55 и 70 и двоих гарпий как раз наймем суровые гарпии по урону нам они конечно превосходят наших мастеров по дальности тоже ну нет передового развертывания по факту у них нет змейки тут и прятаться так хорошо не умеют хотя стыла получают дополнительный бонус когда обстреливают врага к сапора сапора город не особо важный предлагаю все таки отремонтировать золотой рудник и здесь золото нужно строить добывать он искусственный интеллект этим не пользовался возводил он что то что то но не то берем продовольствие тебе я так не поставил нанимать хотя бы бойцов 15 17 у него должно быть в любом случае тогда можно сказать что эта армия сможет защититься и действительно границы нашей родины и таки и окружающие земли постройка пусть пусть она поломана не переживай ты когда там через два хода через два хода что-либо будешь делать заходим в дипломатию проверим одиссею здесь есть что искать поэтому стоит заглядывать косопеи хотят уже дружить косопеи однозначно уже хотят дружить провинция хотя это все враги это все мои враги целиком можно будет тоже провинцию всю забрать но есть гарнизоны хорошие до дона я это поселение еще не вижу но гарнизон обалденный кихир тоже укрепили знатно отсюда приплыли тогда пытались да в тылах у нас что-то найти счастье питали не вот змейки сейчас будут уничтожены тут проблем нет задаем ход предлагает ахилл нам обмен ему нужен камень ну окей хорошо ахилл мы к тебе относимся хорошо к тебе как бы претензий нет камня только вот чуть поменьше я тебе буду поставлять а так я тебе помогу хоть искусственным интеллекту это и не сильно нужно ну скажем это ну да ролевая такая отыгровка что мы помогаем союзнику по большому счету это не обязательно искусственный интеллект даже в играх когда вроде бы жесткая привязка у него все равно бонусы экономические войны есть вариант вести уже втрое в отличие от вархаммера в том же троицарстве тоже есть смысл вести там еда играет больше роль уже даже как это было в первом риме экономически можно было разграбить уничтожить их разорить или даже за счет убийц без убить просто всех членов семьи и фракция разваливалась на ребельчиков не было больше фракции и ты по одному городу мог захватить это если большой пул таких наемников хороших убийц собрать натравить потому что царя обычно в риме или в меде 2 убить было сложно хоть в меде 2 приходили даже задания такие соседи если близко а у тебя убийца хороший наследник попросит да царя убить чтобы на трон сесть но бонусов как таковых это не давало вроде бы мы помогли ему прийти к власти если выполняем это задание он там говорит что будет хорошо к нам относиться в меди бывало такое что все равно тут же предавал подло коварно да но если вспомнить эти вещи и реализовать на фоне о мы недавно о тебе думали что вполне возможно придется воевать ты сам правда объявил войну так вернемся ладно к меди попозже тут у нас судя по всему эпическое задание минойский пират захватите поселение миной ух офигеть как далеко то а у побережья минойского чудище грозный ужас вселяло в души людей а рессу верно служило правитель не боящийся сражений способен многого добиться в смутные времена до вас зашли слухи о могучем и ужасном пирате бороздящем западные воды в поисках легкой добычи вы полагаете что его склад спрятан где-то неподалеку от минойского побережья и ждет смельчака который его отыщет сокровище пиратов влияние плюс 10 на 10 ходов и тут ресурсы плюсов далеко землетрясение втрое акт неудача не все же тебе масленица да котяра косопа в косопе есть гарнизон тоже и судя по всему неплохой и и пока здесь нет армии можно попробовать травануть и захватить да город не особо для нас важный потому что все это мы потеряем одиссеи сольет постройки до уровня вот так вот да хотя мифический отряд увеличить бы количество гарпий плюс 2 одессе там он как раз злобный гарпий может построить иначе в маленьком поселении мыши не возведем злобных гарпий не наймем к сожалению этот регион нам не даст доступ к злобным гарпи так гарпии 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 подстрекательство успех молодца сейчас у тебя все получилось красавчик опять средние потери обещают незначительную победу ну вот средних потерь я если честно опасаюсь когда мне нужно вести войну активную у него тем более здесь злобные гарпии в гарнизоне несколько хороших отрядов а город а город очень благоприятный для обороны такой вот гарнизон без проблем бы отбил игрок нападение даже если бы наверное игрок руководил этой армией так что погнали и играем лично это сражение одисей на побережье должен разобраться фракции которые начнем встречать там македония здесь есть еще вроде бы живая радиус обзора уменьшен вражеские отряды не видны с большого расстояния но и нас они не должны палить поэтому предлагаю идти в тумане тут есть лес если что зайти можно спрятать отряды здесь тоже лесочек имеется здесь нет тогда основное нападение будем проводить с этого фланга возьмем вот так вот четверых пока что четверых легкие отряды целиком и полностью ладно спрячьтесь вот так вот поедут здесь вы господа пойдете с этого угла возьмете ворота и можно даже застрелов оставить либо с одной стороны либо с другой давайте вместе с легкими их поставим тяжи сами справятся я думаю а легкие еще и покоцаны поэтому о них стоит позаботиться вот недостаток гарпии передового развертывания нет что отказываться от мастеров засад совсем не станем ломать ворота ну давай попробуем тебя не должны жестко расстрелять а ворота будешь ты ломать погнали ворота 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 сразу ворота больной ваши воины штурмуют ворота прижмитесь к воротам шальные стрелы все-таки еще пускают прачники камушки вот они ребятушки начинают ломать ворота да делают это можно сказать очень даже быстро на вашего героя напали герой давай навесиком 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 бегом сюда лучники прачники будут больно по вам бить тут я ничего не скажу и пока они увязли на том фланге давай двое ну только вот слазить им будет неудобнее придется пробежать через эти вышки чтоб слезть было попроще для них у вас на третью группу поставить бегом все навесиком стреляет молодец тесь и отгребает потихонечку обнаружил вашу засаду урон 800 но здесь видите по факту сотни трюк снимает рушины бегом ворота разрушены хотя гиганты отгребают просто неимоверно сейчас они вот-вот подбегут вы закрепили осадные лестницы скорее скорее лезьте берите эти стены он отправляет уже несколько отрядов а ну-ка ну вот допустим 8500 что-то летит в их сторону да вот он пускает стрелы но в итоге попал в стены в итоге здесь ничего это не дало вы взяли вражескую башню спускаться нам нужно взять ворота и к вам подойдут подкрепление все великашки уходите вы не жалкие букашки но отхватили хорошо до 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 так прачники он еще и вылазку делает а ну-ка одиссей лично его накажи ворота взяты слева так что бегом город он должен будет час отступить вы еще ломанулись через ворота проклятие саги все-таки отчасти действуют заходим 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 ворота взяты два отряда без проблем справиться с угрозой которая сюда идет ну и легкие уже выдвигаются на площадь вот все звук пошел одиссей без проблем убивает его несмотря на то что он стрелок прям разбивает его на разок ваши воины заметили задай гарби об с вами нехорошо получилось отступи сюда второй отряд здесь станет он я не вижу ухты елки-палки как раз злобные гарпии легкий отряд сейчас могут выпотрошить на помощь бегом не бегать войско теряет боевой дух я понимаю что их сейчас тут обижают очень жестко гарпии злобные гарпии сурово они ближнем бою то хорошо и пусть легкий застрельщики с щитами достаточно быстро но им не хватает долго сражаться с кем-то мощи ухты а он сюда не пошел и здесь у нас получилась ситуация неприятная противник сдал ключевую точку лада нападайте застрелы тут справятся и без вас большущие потери мы понесли на этом фланге четыре наших отряда плюс застрелы плюс великаны но с другой стороны мы без проблем неплохой город так то захватили бежать будете слишком долго держится все победа великолепно никого не потеряли самое главное но этих заменять будем на кого еще и не решил кто сможет заменить их там есть копейщики без возможности метать копья которых мы уже рассматривали отчасти способны подойти давай разграбить и присоединить исключительные войны да не получили мы доступа к ним хотя если бы по умолчанию фоново считали что здесь да смотрите злобных гарпий мы открываем то есть нет возможности их нанимать но они здесь отображаются и гарпий плюс 2 то есть та постройка а за счет основной одессе их дают тогда неплохо неплохо доступны отряды гарпий позволяет нанимать злобных гарпий может быть из-за ремонта ну давай отремонтируем сомневаюсь что из-за ремонта нам не дают именно злобных сейчас нанять видите доступных отрядов 0 активных 0 лимит 12 больше 12 полный стек серну какого-то конкретного отряда гарпий мы не соберем скорость восполнения потерь в армии героя и это сейчас очень нужная тема боевой дух отрядов в этой армии скорость в боюсь их конечно мы берем восполнение потери скорость восполнения потерь в армии героя на вражеской территории или просто ну да вражеской не факт что доберемся а наши земли здесь можно гарпий нанять нашему другу сейчас давай еще троих обычных бойцов тебя будет 17 и еще гарпии на полный стек великолепно справиться с любой угрозой уже благосклонность нанимать жриц аполлона плюс 220 все таки я планирую что сделать почему аполлон даже почему мы продолжаем на него делать ставку когда аполлон даст нам оракула мы захватим вот это судя по всему поселение закончим с врагом завершим захват данной провинции построим ну просто я сомневаюсь что где-то еще тут будет столица где мы сможем возвести храм целимся вот сюда возведем храм посейдону я откроем циклопа таким образом быстро моментально раку то придет скажет посейдон слушайся нас будет как надо дальность обзор на карте компании у меня денег нет ты конечно предлагаешь нам тут денег то нет как таковых тут еще восстание планируется поэтому уже нанимаем тех троих и ведем суда нужно что-то с минусом сделать чтобы не было такой ситуации как с одним из наших многострадальных героев прохождение нужно что-то придумать по еде косопии хотят мир все хотят или комед хочет мира или комеда уже уничтожит ахилл в нашем прохождении он тоже вроде бы что-то замышлял против ахила но договор был подписан вокруг да около хотите территории и просят там задание захватить присоединить дружить он не хочет конфедерацию подписывать не будет вообще какие условия здесь в трое нужно выполнить чтобы подписать конфедерацию мне даже страшно представить потому что добиться ее еще не получалось у меня на записи и без конфедерацию никто не хотел отношения мы видели да там счетчик такой что хорошие там отличные нет понятия как вахи неограниченного бешеного плюса там в несколько тысяч а ты все равно не можешь подписать с ними союз это с гномами так бывает да они как мы выяснили есть везде надо уже наверное даже настройки сейчас переключить дружественные фракции с она подожди у тебя максимально стоит дружественную давайте нейтральные тоже поставим на максимум тогда следить будем только за врагами прям активно договор обмена то ты же помрешь скоро жаль кстати все ресурсы не достаются победитель представляете так уничтожаете фракцию расторгли договор судя по всему поверили в себя сейчас уничтожат этих и пойдут на меня право прохода разорвали но договор они нападение то нет но это и следующий их шаг будет думаю одно другого ждать не заставит и атицы вы ко мне что ли биотийцы вы ко мне в гости пилос чего за движухи какие-то плаваете вокруг да около меняла и все не может никак захватить у него там такие стеки такие отряды коса пи и подстрекательство против цели наведение порчи успех изданы царские указы счастья в своих провинциях улучшилась фракция уничтожены до лекомед прощай поселением наведение порчи пришел отряд защищать это постройка нас мало интересует они не появились гарпи мы отремонтировали постройку но злобных гарпий нет вроде бы они появились для найма и увеличили количество для найма именно обычных гарпий нанимать злобных не получается обидно злобными конечно обидно получилось одессе может быть и в релизной версии кстати это исправлено пишите в комментариях кто за одиссея если играл сталкивался с нечто подобным может у него все-таки уже на релизе совсем другая история совсем другая ситуация еды портовая городишка здесь очень много еды будет процент она даже важнее может быть ресурсы получим вот позже восстание готовится однозначно уже готовится восстанием тебя качаем дальность перемещения сопровождая стоимость содержания отрядов вернемся назад и дальность агента перемещения стоимость содержания можно дальность перемещения агентов отправить если его куда-то путешествовать пригодится эта тема очень-очень сильно плыви дружище скоро ты наймешь гарпий тебя уже 14 бойцов практически полный стекте соберем и наверное сейчас издадим указ после этого завершим серию расход древесины на строительство уменьшить можно указы долго изучаются мне кажется даже все-таки как-то их ускорять бы хотелось бы влияние можно давайте песни влияние тоже играет роль значительную втрое и изучается этот указ быстро ну что ж наступила ночь пора одиссею тоже отдохнуть до следующей серии друзья мои с вами был вирус пока пока